Заметки электрика ЕЭК и тому подобное Возникновение данного вопроса очевидно Ведь кому из нас хочется переплачивать в несколько раз больше Если результат в итоге может оказаться одинаковым Дело в том, что если рассмотреть электрический щит Собранный на продукции Schneider Electric И аналогичный по компоновке щит Собранный на продукции ЕЭК То разница по стоимости щитов будет весьма значительна Щит скомпонованный на Schneider Electric Может быть в 3 раза А то и в 4, и в 5 раз дороже Нежели щит собранный на ЕЭК Данное видео Будет несколько компрометирующим Но суть его будет заключаться в следующем Все вы знаете, что я работаю В составе электротехнической лаборатории И по долгу своей службы мы частенько проводим прогрузку Автоматических выключателей Различных типов и брендов Кстати, вот один из примеров Где я подробно рассказывал про методику проверки Расцепителей Тепловых расцепителей у автоматического выключателя ВА5731 Ссылочка будет вверху видео Обусловимся под известными брендами Понимать продукцию От производителей Schneider Electric BB, LeGrant и тому подобное А под бюджетными сериями ЕЭК, ЕК, ФТДМ и прочее Вот я и решил сравнить между собой Модульные однополюсные автоматы Серии АКТИ-9 ИК-60Н От Schneider Electric И ВА4729 От ЕЭК Имеющих практически схожие технические параметры У данных автоматов Я произведу проверку действия Их тепловых и электромагнитных расцепителей Бытует мнение, что аппараты защиты Бюджетных серий Уже после одного отключения тока короткого замыкания Или возникшего перегруза В сети Уже становятся неработоспособными А брендовые марки Могут отключать токи КЗ По 100 раз и больше Вот и проверим Итак, первый Экземпляр у нас Это автоматический выключатель серии АКТИ-9 ИК-60Н От Schneider Electric Номинальный ток У него 16 А Характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя С Напряжение установки Напряжение 230-400 В Класс токового ограничения 3 Номинальная отключающая способность 6000 А Производство Таиланд Артикул А9К2-4116 Цена На момент Выпуска данного видео Составляет около 200-220 рублей Это по прайсам ЭТМ То есть сайта ЭТМ В регионах цена может несколько отличаться Как в большую, так и в меньшую сторону Вес данного автомата составляет 100 грамм Данный автомат изготовлен согласно стандарта МЭК или ЕН 60898-1 2003 Он же ГОСТ-R 50-345 2010 года То есть предназначен для бытового применения Вот его времятоковая характеристика, взятая с официального каталога Второй Это у нас автоматический выключатель серии VA4729 От компании ИЭК Номинальный ток автомата 16 А Характеристика срабатывания электромагнитного рассыпителя С Напряжение 230-400 В Номинальная отключающая способность 4500 А Класс токограничения 3 Производство Китай Артикул МВА21-016С Цена на момент снятия, на момент записи видео Составляет около 80-100 рублей Ну а также в регионах Цена может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону Вес аппарата 100 грамм Данный автомат изготовлен согласно ГОСТ 50-345-210 То есть предназначен так же, как и предыдущий автомат для бытового применения Вот его времятоковая характеристика, взятая из паспорта на изделие Как видите, выбранные автоматы имеют практически одинаковые заявленные технические характеристики Только разница в цене составляет у них в два раза До и после пройденных испытаний я произведу измерение переходного сопротивления Контактной группы силовой цепи автоматов с помощью микрометра ММР-600 Про него, кстати, я рассказывал в своей статье про испытания силовых трансформаторов Целью замера является анализ состояния контактной группы После отключения токов перегрузки и токов короткого замыкания Так как в момент размыкания аварийных токов происходит выгорание и разбрызгивание материала контакта при гашении электрической дуги Вот и проверим, у какого автомата и насколько после проведенных тестов ухудшился контакт Подключил микрометр согласно его схеме Включаем автомат Нажимаем старт Измеряем переходное сопротивление Оно составляет 8,43 милиома Давайте еще раз 8,43 милиома Автомат ВА-4729 Подключил аналогичным образом Включаем автомат Измеряем 6,26 милиома Получается уже на 2,2 милиома сопротивление у него меньше Давайте еще раз 6,26 милиома Ну вот уже у автомата бюджетной серии У автомата EEC Так сказать, из бюджетной серии Внутреннее переходное сопротивление Уже меньше, чем у автомата Schneider Electric Ну, посмотрим, что будет дальше Тепловой расцепитель Тепловой расцепитель у каждого автоматического выключателя Я решил прогружать следующим образом 3 раза 2-х кратным током То есть током 32 ампера 3 раза 3-х кратным током 48 ампер И 3 раза 4-х кратным током 64 ампера Получается своего рода имитация перегрузок в сети Которые могут возникнуть в реальной ситуации по тем или иным причинам Естественно, что измеренное время отключения автоматов Я сравню с их время-токовыми характеристиками Как видите, сильно мучить тепловые расцепители Проверяемых автоматов я не стал Оставим более интересные испытания для электромагнитного расцепителя Так, поехали 32 ампера 31,6 Сейчас немножко подкорректирую Время идет 9 секунд Ток 32 ампера Время 17,8 секунд Автомат отключился Напомню, что Согласно время-токовой характеристики Данный автомат при 2-х кратном токе Должен отключаться За время от 4 до 100 секунд В зависимости от его состояния То есть в холодном состоянии чуть больше времени И в рабочем Из рабочего, естественно, меньше При 3-х кратном автомат должен отключаться За время от 1,5 до 30 секунд И при 4-х кратном от 1 до 20 секунд В принципе, вот при токе 32 ампера У нас получилось, что То есть при 2-х кратном токе от номинального Время у нас получилось 17,87 Что соответствует заявленной Что соответствует время-токовой характеристике Данного автомата Так, делаем сброс Включаем автомат И еще раз 15 секунд Отключился Ток 32,23 Время 16,01 Время сбросил Автомат включил Поехали Отключился 32 ампера 32,5 Время 14,48 Ну, автомат нагревается Естественно, что При каждом следующем Его срабатывании Время уменьшается Идем далее 48 ампер я навел Автомат включен Поехали Время срабатывания автомата 4,7 секунды Напомню, что при трехкратном Токе от номинального Время срабатывания Должно быть От полутора до 30 секунд То есть Укладываемся Включаем автомат Поехали Отключился Время 4,01 Сбрасываем То есть Я практически не жду Поехали Ток 48,22 Время 4,31 Автомат отключен Итак 64 ампера Автомат включен На латер я уже навел Поехали Отключился 64 ампера 64,4 Время 2,06 Включаем автомат И поехали Отключился 64 ампера Время 2,05 Отключился Время Так Ток 64,4 Время 2,02 Как видите Полученные результаты Соответствуют заявленным Время токовым характеристикам Автомата Ну а пока этот автомат Пусть у нас отдохнет Перед проверкой Перед краш-тестом Электромагнитных расцепителей А Теперь мы Перейдем К автомату ВА4729 Вот и То есть Проведем ему проверку Аналогичную проверку Теплового расцепителя Поехали Так Автомат ВА4729 Я подключил Прогрузочному устройству Итак Вот его Время токовая характеристика Напоминаю Что при Двухкратном токе От номинального Предел времени Предел по времени Составляет От 10 до 200 секунд При трехкратном токе От 3 до 40 секунд И при четырехкратном токе От полутора до 18 секунд Так Навел 32 ампера Автомат включен Включаем устройство Автомат гудит Больше чем Автомат От Schneider Electric Отключился Ну и как раз Начал тут подстраивать ток И пошло небольшое падение Отключился Ток 32,9 Время 37 секунд 23 Что Находится в пределах Как и положено В пределах Время токовой характеристики Так Долго остывать Я ему не дал Сбрасываем показатели Включаем автомат Поехали Ну ток оставлю Тут 30 Вот 32 С небольшим Отключился Ток 31,6 Время 26,97 Секунд Запишем Так Сбрасываем Настройки Включаю Автомат Включаю Устройство Поехали Вот здесь Вот здесь Вот видно Ток И идет Время Отключился Ток 31,69 Время Время 24,7 Запишем Установил Ток В цепи 48 ампер Включаю Автомат Поехали Отключился Отключился Ток 48,1 Время 5,1 5,11 Секунд Напомню Что При трехкратном токе Автомат Должен Отключаться За время От 3 До 40 Секунд Еще раз Сбрасываем Включаем Автомат Поехали Отключился Ток 48,3 4 Время 5,89 Включаю И поехали Отключился 48,23 Время 5,26 Так Навел 64 ампера Четырехкратный Ток От номинального Поехали Отключился Время 60 Так Ток 64,6 Время 2,22 По Согласно Характеристике Должно Быть Время От Полутора До 18 Секунд Уложились Давайте Сразу То есть Отключаю Источник Сбрасываю Отдыхать Автомату Не будем Давать Поехали Отключился Ток 64,6 Время 2,15 Ну и Сразу Давайте Отключился Ток 64,5 Время 1,7 Ну как Вы видите Полученные Результаты Обоих Автоматов Соответствуют Заявленным Время Токовым Характеристикам Отличием Является То что При Двукратном Токе Время Срабатывания У автомата ИЭК Практически В два Раза Больше Ну в два Или полтора Раза Больше Чем У Шнайдера На При токах Трех И четырех Кратом От номинального Полученные Измерения Полученное Время Практически Одинаковые Там разница Буквально При трехкратном Одна секунда А при трехкратном Токе А вернее При трехкратном Разница Составляет Примерно Одну секунду А при четырехкратном Токе Практически Время Срабатывания Обоих Автоматов Одинаковое Ладно Пока Этот автомат Идет у нас Остывать Отдыхать А мы Переходим В проверке Краш-тесту Электромагнитного Рассыпителя У автомата ИК 60Н От Шнайдер Поехали Согласно Время Токовой Характеристики Автоматов Срабатывания Электромагнитного Рассыпителя Находится В пределах 5-10 Кратного От номинального Тока То есть Находится В пределах От 80 До 160 Ампер Токи Короткого Замыкания В квартире Могут быть Как меньше Так и больше Это все Зависит От удаленности От источника Питания То есть Трансформаторной Подстанции Также Токи Короткого Замыкания Зависит От состояния Питающей Линии Их Сечений Качество Переходных Контактных Соединений И тому Подобное Более Точнее Тока Короткого Замыкания В конкретной Квартире Можно сказать Только Выполнив Измерение Петли Фаза 0 Кстати Как Выполнять Подобное Измерение Петли Фаза 0 У меня Есть Отдельное Видео Ссылочка Будет Вверху Видео Итак В этом Тесте Жалеть Наших Испытуемых Я не буду А проверим Их Работу При Следующих Токах Три Раза Проверим Током 160 Ампер То есть Десятикратным Три Раза Проверим Током 250 Ампер Три Раза Током 350 Ампер И Три Раза Током 500 Ампер По своему Опыту Скажу Что В квартирах Стандартного Не Элитного Многоэтажного Дома Примерно Такие Токи КЗ И есть Может Чуть Меньше Может Чуть Более Напомню Что Автоматы При Десятикратном Токе Оба Автомата При Десятикратном Токе От Номинального То есть При 160 Ампер Должны Отключаться За Время Время Отключения Должно Быть Еще Меньше Ну Или Как Минимум Оставаться В Пределах В Эти В Эти Же Пределах Навел 160 Ампер Взвел Автомат Поехали Отключился 162 Ампера Время 8,2 Миллисекунды 8,2 Миллисекунды Включай Автомат Поехали Время Отсвечивает Так Отключился 160 Ампер 8,3 Миллисекунды Взвожу Автомат Еще Раз 162 Ампера Время 8,2 Миллисекунды Итак 250 Ампер Поехали 250 Ампер Время 5,4 Миллисекунды 250 Ампер 5,4 Миллисекунды 250 Ампер 5,3 Миллисекунды Ровненько Стабильно Так На очереди У нас 350 Ампер Латор у меня Выключен До Упора Включаем Автомат Посмотрим Сколько будет Ток Столько будет Поехали Отключился Ток 337 Ампер Время 4,4 Еще раз Ток 337 Ампер Время 4,4 Ну Одинаково Еще раз Ток 342 Время 4,3 Еще раз Давайте Ток 342 Время 4,3 Немножко Немножко Переиграл Проверить Его Именно Током 350 Ампер Ну Максимум Там 340 Ампер Раз 10 Ну а вы Посмотрите Что из этого Будет Поехали Ток 350 349 6 Время 4,3 Раз 343 Ампера Время 4,3 Миллисекунды Ток 339 Ампер Время 4,3 Миллисекунды Ток 342 Время 4,3 Миллисекунды Ток 342 Время 4,3 Миллисекунды Сколько Уже Раз 5 Сделал Ток 343 Время 4,3 Миллисекунды Ток 339 Время 4,3 Миллисекунды Ток 341 Время 4,2 Миллисекунды Ну еще Пару Раз Ток 342 Время 4,3 Миллисекунды Ток 341 Время 4,3 Миллисекунды Ну я думаю Достаточно В принципе Сделал Несколько Там 3-4 Раза Сделал Током 160 Ампер Пока Подводил Уставку 250 Ампер Раз 5 У меня Получилось Его Опробовать При 250 Амперах И 10 раз Проверил Током 350 Ампер В принципе Автомат Работает Время Соответствует Время Токовые Характеристики Посмотрим Как у нас себя поведет При подобных Испытаниях ВА4729 Ток 160 Ампер То есть 10-ти кратный Ток Поехали Включаем Автомат Ток Я уже Навел Сбрасываем Время Ток 160 И 4 Ампера Время 6 Миллисекунд Ток 159 Ампер 6 Миллисекунд 159 Ампер 6 Миллисекунд Автомат ВА4729 ЕК 250 Ампер Поехали Включаем 254 Ампера 3,9 Миллисекунд Ещё раз 251 Ампер 3,9 Миллисекунд Ещё раз 248 Ампер 3,9 Миллисекунды Ну и по аналогии С первым Автоматом Вывожу Латор До Максимума Включаю Автомат И Поехали 288 Ампер 3,8 Миллисекунды Не знаю Почему меньше Ещё раз 293 Ампера 3,8 Миллисекунды 294 Ампера 3,8 Миллисекунды 304 Ампера 3,6 Миллисекунды 293 Ампера 3,7 Миллисекунды 296 Ампер 3,7 Миллисекунды 292 Ампера 3,8 Миллисекунды 288 Ампер 3,8 Миллисекунды 297 Ампер 3,8 Миллисекунды Кто говорил Кто говорил Что автоматы Эйк После первого Отключения Тока КЗ Становятся Неработоспособны Ну смотрите 294 Ампера 3,8 Миллисекунды 296 Ампер 3,8 Миллисекунды 297 Ампер 3,8 Миллисекунды 295 Ампер 3,9 Миллисекунды Уж больше 10 раз на разделе 297 Ампер 3,9 Миллисекунды 292 Ампера 3,8 Миллисекунды Ну в общем и так далее Время срабатывания При токе 300 ампер 350 здесь У меня не получилось Сделать Составляет 3,8 Миллисекунды 3,7 3,8 Миллисекунды Что также Соответствует Время Током Характеристикам Данного автомата Как видите Оба автомата Выдержали Испытание Электромагнитных Рассыпителей Время отключения У обоих Аппаратов Защиты Соответствует Заявленным Характеристикам Да Разница В принципе Не такая Значительная Там 2 миллисекунды При токе 160 ампер И 1,3 Миллисекунды При токе 250 ампер В принципе Это практически Одинаковое Время Если еще И учесть И погрешность Но тем не менее После проведенных Испытаний С помощью Микрометра ММР600 Я вновь Произведу Измерение Переходного Контакта У автоматов Посмотрим Что в них Изменилось 10,04 10,03 Тем не менее У автомата Шнайдер Электрик ИК 60Н Переходное Сопротивление После испытания Увеличилось Примерно На Полтора Два Миллиома 6,39 Миллиом Напомню Что сопротивление Автомата Перед испытаниями Составляло Примерно 6,28 Миллиом 6,24 Миллиома То есть Изменения Произошли В большую сторону То есть Сопротивление У автомата Сопротивление Переходного Контакта У автомата Увеличилось Примерно На 0,11 0,15 Миллиома Переходное Сопротивление Практически Ну можно сказать Что практически Не изменились Не изменилось У обоих Автоматов Но тем не менее У ИЭК Она изменилась Совсем Немного Это и говорит О качестве Таковедущих Частей Самой Контактной Автоматов О применении Использовании Качественных Материалов В обоих Автоматах Можно было Можно в принципе Разобрать Данные Автоматы Посмотреть Их состояние То есть Состояние Контакта Непосредственно Посмотреть Их состояние Контактов Биметаллической Пластины Дугогасящей Камеры И тому подобное Но пожалуй Это я сделаю В другой раз И Возможно Проведенные мной Испытания Не убедя От вас В использовании Той или иной Марки Производителей Но Тем не менее Представят Для вас Хоть какую-то Картину По сравнительным Характеристикам Брендовых Автоматов И бюджетных Серий Несколько Слов Эпилога Я никого Из вас Не заставляю Приобретать Продукцию Конкретных Производителей Кто-то Из вас Склоняется Исключительно К Шнайдер Электрик Кто-то Работает Только С АББ А кто-то Все щиты Собирает Исключительно На ЕЭК Все зависит От вашего Предпочтения А так же Бюджета И желания Заказчика К тому же Чем дальше Мы географически Отдаляемся От столицы То эти желания Сдвигаются Именно в сторону Бюджетных Серий На рынке Уже научились Подделывать Не только Бюджетные серии Автоматов Но и более Известных брендов Оно и понятно С них же Прибыль будет Значительно больше Автоматы Подделки Кстати Можно отличить По весу Они значительно Легче Потому что В них могут Отсутствовать Какие-либо Элементы Либо же Произведена Замена Необходимых Деталей На детали С более Низким Качеством Где-то На просторах Интернета Я находил Информацию Когда в подделках Вместо Биметаллической Пластины Была установлена Обычная Стальная Пластина А это значит Что тепловой Рассыпитель По сути Отсутствовал И никакой И ни о какой Защите От перегруза И речи Быть не могло Зачастую Многие из вас Грешат На дешевые Бренды Не разобравшись В истинных Причинах Их отказа Или выхода Из строя А в большинстве Случа Причина Закрадывается Не в их Некачестве А в их Неправильном Выборе По номинальному Толку Или характеристике Рассыпления Для определенного Кабеля Защищаемой Линии Также Нередки Случа Элементарного Плохого Контакта В зажиме Автомата Отчего Он начинает Греться Плавится И в итоге Выходит из строя В заключение Видео Даю вам Совет Рекомендацию Любое Устанавленное Оборудование А также Электропроводку К нему Необходимо Подвергать Испытания Испытания Может провести Электролаборатория По месту Вашего Жительства С выдачей Официальных Заключений В виде Протоколов Как минимум Это следующие Виды Испытаний Первое Измерение Сопротивления Изоляции Кабельных Линей Второе Измерение Петли Фаза 0 Проверка Срабатывания Защиты Третье Проверка Наличия Цепи Между Заземленными Установками И элементами Заземленной Установки Четвертое Проверка Действия Расцепителей Автоматических Выключателей И дифавтоматов И пятое Проверка Работы Устройств Защитного Отключения УЗО И дифавтоматов Вот только После этих Проведенных Проверок И измерений Можно на 99,9% Быть уверенным В установленном Оборудовании И его работе В нормальном И аварийном Режимах В итоге Можно сделать Очевидный Вывод Что Автомат ИК 60 Н В принципе Равнозначен Автомату ВА4729 А зачем Тогда спрашивается А зачем Платить Больше Впрочем Повторюсь Что я Никого Не заставляю И не Уговариваю Прямо сейчас Всех Переходить На ЭЭК И прочие Бюджетные Серии Каждый Решает Сам за себя Но Данный Эксперимент Я провел Для того Чтобы Прерывать Различного Рода Мнения И отзывы О Неработоспособности Автоматов Типа ЕЭК И ему Подобных Из своей личной Статистики Скажу Что процент Отказа И брака Что у брендовых Что у бюджетных Серий Практически Одинаковый Можете Провергнуть Мои слова В комментариях Но сначала Еще раз Пересмотрите Видео А что вы думаете По теме Данного Видео Автоматы Каких Торговых Марок Наиболее Чаще Применяете В своей Работе Пишите В комментариях Я провел Испытание Автоматов Наиболее Приближенных К реальным Условиям Эксплуатации Можно Продолжить Мучить Наших Выбранных Оппонентов Прогружая Их Еще Большими Токами Хотите Более Жестких Условий Испытаний Жду Ваших Предложений В комментариях Всем Спасибо За внимание Кому Понравилось Видео Ставьте Лайки Подписывайтесь На канал С вами Был Дмитрий Автор Сайта Заметки Электрика До Новых Встреч Продолжение следует